У нас как принято, если говорят люди болеют, то это обязательно простуду, а людям Господь не дает просто, я вот вижу, испытание не дает сверхсила, потому что слабые все как тростинки, человек, чуть ножка, ручка заболела и все, и он уже, а есть такие боли, гамма-боли, я вот за 14 лет эти все боли прочувствовал, насколько они бывают, они уничтожают, они подавляют, они раздавливают человека, они в ничто его превращают вообще, и Господь не дает, потому что все немощны. Ой, настолько немощь, Сергей, вот ты на самом деле Божий человек, и слава Господу, что Бог тебе дал такую сверхъестественную силу, вот я с братьями, да, в баню ходил, общался с ними, ну это просто, знаешь, а тут такое, вот это подается, как ты верно замечаешь, что настолько ты, ну я про себя говорю, настолько я вообще, знаешь, а Бог показывает, насколько я бунтарь, понимаешь, насколько я слабый, слабый вообще, чуть корнее я уже все и роптать, начиная на Бога, но у меня есть, конечно, свои причины на него роптать, я как бы желал бы по своей плоти, обратно, по греховной плоти, требовать от Бога вот это самого выздоровления, понимаешь, ну это же грех, это же бунтарство, понимаешь, и Бог мне это показывает через это все, я так вразумляюсь, говорю, Господи, слава тебе, Боже мой, что ты так вразумляешь меня, твою милость, твою любовь, я такой слабый, а чуть сложнее, если будет, если дело будет касаться смерти вообще за имя твое святое, то тут как быть вообще? Сейчас ведем беседы, я вот смотрю, они под паспортов там откажутся, мы там не примем, на черта не все примут, как один все примут. Это впереди паровозы бежать, это глупо, конечно, ну ладно, им тоже что-нибудь, так их научили, так их как бы заставили верить, и я думаю, что тут без человеческого как бы порыва не обошлось. Обычно же как Сергей, собирается вот группка людей и начинает мозги друг другу калифорить, по ушам ездить, знаешь, так прозомбируют, и люди на самом деле вот такие наивные, не утвержденные в вере, не познавшие Господа, вот как личного спасителя, ой, они в край сразу бегут в край, но это ненадолго, конечно, но бывает это болезнь, она уже там, такие гвозди, вбитые, в бетон, прятые, что это страшное дело, помилуй нас Господь от всего этого. Как Иоанн Крестьянкин красиво сказал про это, сидите дома спокойно, наше дело сидеть дома спокойно, Дух повелит нам выйти, выйдем, нет, значит, сидеть, молиться, читать, жить, как полагается, христианской жизнью жить, все, правда, брат. Скорбями и болезнями, это вот единственное то, что Господь не дает людям потерпеть, а потому что по немощи, а если бы люди вот попросили действительно, Господи, испытай меня, достоин ли я тебя реально, вот, ну, как это делали монахи, допустим, известные такие, Спаиси, Спаиси, он же просил Господа, чтобы он испытал, и он дал рак кишечника, а это, боли, это просто тоже нереальные, вот, и он же терпел до конца, он же умер от рака кишечника, вот, а потому что, потому что оно очищение, через боли, как сказано в Евангелии, как Христос пострадал за нас плотью, так и вы уготовывайтесь той же мыслью, что страдающий плотью перестает грешить, и Господь посылает испытания, мы тоже видим все, я вот, когда первый год попал, у меня, ну, случилась травма, да, и все, я увидел, кто я такой изнутри, я видел людей, которых привозили, что из себя люди, человек просто, он, он выворачивается наизнанку и показывает все свои внутренние мысли, все свои вот эти, это же, это настолько мерзко все, и потом вот смотришь на себя, вот, на этого, Господи, слава тебе, Господи, что ты открыл и перед ближними меня показал, какой я из себя есть, и у меня теперь есть поле деятельности, с чем мне справляться, а люди, которые этого не пробовали, они думают, да нет, я ошибаюсь, я не такой вот, а попроси Господи, он покажет, как выйдет. Конечно, конечно, вот в последнее время, да, вот хорошая тема, вот эта абсолютно хорошая тема, абсолютно самая трезвая тема вообще в жизни человека должна существовать, это вот думание наше, о смерти нашей, о кончине, если мы каждый день будем об этом думать, серьезно, ну это видишь, не каждому дано, видишь, это вот я об этом думал каждый день, и вот ночами молюсь, вот вчера мне так хотелось умереть, что лишь бы вот этой немощью не болеть, тут и ребенок маленький, владенец заболел, и супруга возлюбленная, и я, и тут ночь она так начала кричать, так больше не за себя, больше за нее, как бы, и вот хочешь, как бы, вот свои требования, чтобы услышаны были Господом, знаешь, вот эта плоть наша, она выпьет, такая немощная, я это сегодня уже, ну, понял еще вчера, вот всю ночь молился-то крепко ему, молился-молился, просил, каялся, прощения просил, что я понимаю, настолько ничтожные мы люди, но самое актуальное и главное в жизни, тема нашей человеческой, это вот думание о смерти, да, готовить себя к этому часу, очень серьезно готовить, и я вот практически каждый день об этом думаю, вот, потому что мы же тоже не разумеем, вот, вроде страшно, вроде там, но когда Господь приходит, когда Бог становится, ну, вместе с тобой рядом, он ведет тебя Божьим Духом, только, естественно, оно будет так, как по его воле, и там все можно претерпеть, а так мы пока, вот, ну, конечно, очень страшно, очень, это, ой, слабые вообще, куда здесь деваться, в баню вот ходил-то, тоже не желаю больше, не буду ходить, это, для меня это как-то ненормально, как для христианина, но ради братьев они попросили, чтобы общение было, знаешь, какое-то духовное, ну, думаю, ладно, так вот, дорога, идем обратно, а я говорю ему, беседа насущная, насущная, насущная была, знаешь, поговорили об откровении, о последних временах, о вот этом 6666, там, это самое число, вот это зверя, и вопросы хорошие были, и ответы были такие разумительные, а я говорю, ты знаешь, брат, какая моя праведность, вообще, духовность, вот, вообще, перед вами, это тогда, говорю, как ты меня в ума пьяным увидишь, в собственной блевотине валяющейся, знаешь, вот это будет вся моя праведность, вся моя духовность, вот, а по сей день просто я, яко нищий есть, яко я не, немощный, слабый, грешный, дай Господь, вот, спасение, вразумление, чтобы на самом деле человек, он помнил Господа в разуме своем, в сердце, в жизни, и старался думать об этом, и приготовлять себя к вечности, потому что время дано нам, нашу жизнь, нашу жизнь Бог поместил во времени для того, чтобы мы преобразовались в духовное спасение, в души наши. Маскироваться мы все умеем, мы замаскируемся так, что, а вот разок хотя бы попросить у Господа, Господи, испытай меня, насколько я приблизился к Тебе, ну, вот, один раз хотя бы, да? Ну, понимаешь, вот здесь как бы есть вот такая стезя такая, нехорошая, ненормальная, это радикальная религиозная фанатичность, понимаешь? Ой, фанатиков сколько угодно, это тоже такие люди, жалко мне их, пусть Господь их спасет в Христа ради, пусть Господь их спасет. И вот они вообще в край бегут, понимаешь? Вот, я читал такую книжку, помню, да не читал я ее, наверное, мне кто-то рассказал об этом, в этом случае, что в Южной Корее, там, страна-то протестантская, 40 процентов протестантов в Южной Корее, вот, и там вот эти верующие девушки решили как бы веру свою явить, знаешь, в личной жизни, пошли на обрыв, и там река такая страшная течет, прыгнули и утонули, короче, вот вся вера, понимаешь? Они думали, они прыгнут, сейчас пойдут, поверю, все там. Ну, вот это фанатичность такая, наивная, глупая. И здесь, естественно, нужно иметь как бы личный опыт в отношении с нашим Господом, а это все происходит в нашей жизни. Кто такие фанатики? Я могу себя назвать фанатиком. Фанатик – это человек, который готов умереть за свое дело. Мое дело, моя жизнь, Христос, я готов жизнь отдать за Него. Ну, я вот испытал, допустим, боли, я знаю, я каждый день прохожу эти болевые, ну, барьеры, ну, они разные высоты, а и так каждый день они у меня, в принципе. Для меня вот просудные болевания, допустим, если я прослужаюсь, вот насморк, там вот головные боли, я это даже не замечаю, у меня это не считается за болезнью. Конечно. Вот. Я фанатик, я вот готовлюсь уже последние 11 лет, я готовлюсь именно пострадать за Креста. Ну, я, конечно, вот по этой своей фанатичности, первый этап, вот и просил у Господа, я говорю, Господи, если ты хочешь испытать меня, испытывай, я готов принять все, я готов, ну, я так и просил его, я готов, ну, ради очищения своей совести, души, вот, испытывай меня, как хочешь. И Господь, давай, дорогой, сейчас мы проверим, и как пошли они эти испытания, и по сей день они вот идут, а теперь я не могу говорить, что, Господи, убери испытание, потому что я попросил его, теперь я только молю, Господи, облегче, облегче, и не в силах я понести вот это все. Ну, я считаю, фанатизм этот, как фанатизм, опять, что такое фанатизм? В фанатизме, опять же, я вчера с братом разговаривал с этим, ну, ты знаешь, он, наверное, Александр Марьясов, да, а он уже тоже говорит, а я не хожу, вот зовут супровой там на дне рождения какие-то, знаешь, а он уже не идет туда, ну, разве это не есть фанатизм? Конечно, люди-то у виска крутят, что-то бестолковое, тебе покушать предлагают, выпить. Ну, я так думаю, брат, как бы это самое, это не фанатизм, это посвященность, да, это они говорят, ну, крыша поехала, про меня так же говорили, что крыша у человека поехала, все, ну, он называет, люди называют фанатиком уже тебя. Ну, ты сказал про себя, я как бы не соглашусь, что ты сказал, что я фанатик, ты нет, нет, ты не фанатик, ты просто трезвый, православный христианин, реально верующий, настоящий, ты не искусственный. Понимаешь? Что я называю? А я и рад, да, я фанатик. А чего? А чего фанатик? Вот, допустим, просто фанатики, фанатики, они свою жизнь устраивают искусственно, они вот, у них есть какая-то вера, как их научили, как им подсказали, они пошли к эговистам, там, пошли там еще в какую-то секту, знаешь, и вот как их научили, они вот, не имея, как бы вообще опытности в жизни, духовного вот этой зрелости, естественно, они вот в своих мечтах, в своих воображениях строят всякие такие дела, о которых просто, ну, ну, стыдно просто, не так это самое, но тоже надо через это пройти человеку, тоже через это люди многие хорошо возрастают. Я сейчас пример тебе приведу, мне буквально позавчера, наверное, ну, видно, что молодой парень, ну, по сложению слов, да, мысли видно, ну, так и 20, может, чуть с небольшим, вот, и он пишет, как бы, с таким, знаешь, смейлик, такой подмигивающий, говорит мне, и говорит, ну, не надо фанатиком быть, так, с улыбкой, а в чем фанатиком он видит меня, вот, то есть, я ему, он пишет, что, ну, понимаешь, какая вера сейчас в молодежь, то есть, он верует во Христа, тоже он, он верует, что в последние времена не умрут люди, но изменятся, вот, но он верит, то, что это будет, как, это придет, какой-то космический корабль, заберет всех на борт и перенесет в другое измерение, понимаешь, как, вот, типа то, что написано в Евангелии, это было давно написано, вот, для древних людей, вот, понимаешь, вот, и то, что он уже видит, что у нас вера-то не такая, что мы в это не верим, то он уже называет фанатиками, да как же ты не веришь, все ученые объяснили, есть огромная вселенная, да, космические корабли есть, вот, МЛО летают, это же пришельцы, все, и вот они, как бы, складывают веру со Христом, и пришельцев, у них так ладно все получается, а я уже для них являюсь фанатиком, который вот верит вообще. Я совершенно прав, с их взглядов, с их понимания, в нашей жизни, в нашей реальности, они рассуждают так, что фанатики, да, это есть такое, ну вот, допустим, по моей как жизни, по моей как жизни, видишь, я в начале своей жизни, как бы, христианской, вел очень такой ревностный, горячий, активный образ жизни, ну, в Господе, знаешь, я ходил по подъездам, я ходил в тюрьмах, я ходил, которые, там наркотиками продавали, в бары заходил, к блатным, ехал с ними в машине, с этими бунтюганами, и, понимаешь, мама так гремела, они мне даже кличку дали, о, наш архиепископ идет, понимаешь, а мне так это стыдно было, так стрелно это было, слушай, какой я вам архиепископ, вы что там, говорите обо мне такое, а с другой стороны, потом стал вразумляться, так они хорошо говорят, понимаешь, они же, как бы, может быть, с насмешкой говорят, но они говорят, как бы, породу моей деятельности, что, видно, молва такая разошлась, и весь город стал говорить, что у меня крыша светлая, понимаешь, по-настоящему, да, что, ну, я ненормальный стал, хотя, как бы, у всех по-разному, вот, слава богу, а как, опять же, как по-разному, наша вера тогда тщетна, если, Христос сказал, если вы не станете безумным для этого мира, если вас не будут называть безумным, то и веры в вас никакой нет, ну, да, Сергей, есть же тут, ну, я абсолютно с тобой на 100% согласен, но мы говорим о том, потому что мы знаем, о чем мы говорим, а есть вот эта же, она крайняя, вот эта, гемочная такая, жидкая, вот эта радикальная фанатичность, она никому не нужна, она смешная просто, знаешь, у нас только что, и люди вот как, нульные пузыри, вот пыжатся, пыжатся, как бы, вот в этом опане, в этом опане, понимаешь, и как бы, ну, ничего, и через это надо каждому из нас пройти тоже. Это прелесть уже бесовская, это бесовские искушения, вот эти. Да, ну, хотя вот у меня, в Винляндии был такой знакомый приятель, Руслан его зовут, так он вообще, он вообще, он понимаешь, он не просто на словах христианин, он пропитанный вот этим всем, он идет и видит там бар финский, финны пиво пьют, они любят это, знаешь, летние вот эти, у них там такие, как бы, это самое кафе, на улицах, прям все так красиво, и он идет, встанет напротив им и говорит, так говорит Господь, грешники и блудники, вы все в ад пойдете, ты понимаешь, а я слушаю его, для меня это ненормально, думаю, я бы на это никогда, ну, так бы я себя не повел, ну, я про себя думаю на тот момент, но он такой, он очень настырный в этом отношении, он всех судит, всех обличает, вот он везде как гвоздь вбитый, знаешь, он никому проходу не дает, вот такой, железный, знаешь, такой каменный, настоящий такой христианин, вот, и потом как-то он женился, так это самое, ну, может быть помягчало, потому что семья, она все-таки человек поменяет, там дети появляются, другие заботы, человек по-другому формируется, может в этом есть, вот юродство проповедей, а ты понимаешь, вот одно слово, извините меня за выражение, балаболить, вот это, вот это, вот это, себя как бы, знаешь, воздвигать на какие-то ранги, там, говорить вообще ни о чем, а другое дело, я знаю лично, я и сам в этом участвовал лично, и знаю лично, вот этого Руслана, он их очень серьезно обличал, они ему по морде давали, понимаешь, догоняли, били его, а он все равно туда приходил, и все равно, и кричал, уже говорит, со стороны, я знаю, что они сейчас бегут за мной, а финны, они агрессивные, когда ты им мешаешь, вторгаешься в их личный комфорт, в наглую, так вот, прямо жестко, понимаешь, и они за ним, там он от них, и бутылки в него пуляли, и все на свете, ну, вот такое, очень настырный человек, для меня, конечно, это было дико, просто как, с точки зрения воспитанности человеческой, знаешь, то есть, можно же как-то по-другому, но у каждого методы свои, понимаешь, он в карман, за словом, не лезет, вот и все, он прямо, говорит, резко, прямо рубит, он ходит везде, в электричках везде, там, хоть куда пойдет, увидит наркоманов, алкаши, если они там буянят, вот он, это сам, как вот, интересно, ну, это протокол, по вакууму, был такой, вот, вот, это все, это такие, знаешь, танки, артиллерии, конкретные, вот они вообще, они, я на него смотрю, так, ну, я его понимаю, я его принимаю, мне с ним легко, вообще без проблем, я с ним дружил, тоже участвовал с ним, ходил там, много мы с ним, это дел, сделали таких добрых, ну, для Господа старались, вот, людям Евангелие тоже раздавать, все, милость, вообще, все во славу Господу, все для него, и поэтому смерть, это реальный, обыкновенный, нормальный переход, не надо этого бояться, потому что Павел этого понимал, я это понимаю, ты прекрасно этого понимаешь, но в испытаниях мы не всегда, конечно, адекватно себя можем вести, по отношению к Господу. В том-то и дело, что люди не смерти боятся, а боли вот этих, ну, предсмертных, вот, сама смерть, она, ну, я, когда лежал первые два месяца в больнице, и, ну, там, я не знаю, малейшее поворачивали на левую сторону, чтобы перевязку на бок поворачивали, перевязку делать, и у меня останавливалось сердце, то есть остановка сердца, надо по новой его запускать, и каждый день я умирал, в общем, ну, каждый день. Мне в самой смерти абсолютно нет ничего страшного. вот муки вот эти, вот эти агонии, эти смерти. Я всегда часто, мы с тобой беседовали, часто представлял, потому что я Евангелие с детских лет начал читать, я его так сильно возлюбил, вот, и как бы всегда представлялся, вот как, мне было, помню, 13-12 лет, я лежал на кровати, сделал вот так руки, и представлял, если меня распинают, вот живьем, по-настоящему, знаешь, просто вот за наказание, что это вообще, какие-то муки, солнце, там, жара, мухи, знаешь, страх вот этот весь, ужас, или как людей там обливали смолой, сжигали живьем, да вот сегодня ролики про ИГИЛ, показывают, как они христиан казнят, это же страшное дело. Все-таки мы должны себя испытывать, ну, готовы, опять же, для тех же дней последних, когда придет власть антихриста, да, не дай Бог, конечно, дожить до тех времен, но все-таки, кому придется, вот, хотя бы в этом сегодня себя испытать, вот, тем же голодом, той же жажды, да, хотя бы три дня, вот, ну, попробуй вот не петь три дня, вот, и ты увидишь, опять же, себя внутреннего человека своего увидишь. Это интересно очень, но, как бы я не скажу, чтобы это, в этом себя испытывать, в этом нужно, для меня это, для меня это, для себя это, как бы, взял себе на вооружение, я этим живу, стараюсь жить, то есть, стараюсь жить, стараюсь тренировать себя в этом, тренировать, тренировать, воспитывать себя в этом, возрастать духовно, вот, на спасение, чтобы укрепляться Господом, Божьей милостью. И вот эта ценность Христова, вот эта огненная ценность Христова, она потом настолько будет, ну, просто ты становишься на самом деле Божьим мирным, спокойным, бесстрашным человеком. По милости Божьей, вот веруя в Него, вот хотя пред Его лице, на самом деле это есть в жизни. Так, брат Сергей, мне было, представь, сколько нам было, 12 лет, наверное, мы убежали куда-то путешествовать с одним товарищем, и как-то разбежались. Я шел по пустыне казахстанской, пешком, мальчик маленький, я шел, 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 и ночь шел, и день шел, воды вообще никакой не было, представляешь? Я вообще дня три там сколько шел, не ел ничего. И вот вышел на трассу, такая трасса, дорога была плохая, там, где ездили фуры всякие, грузовики, но они там очень редко ездили, видимо, такая дорожка не широкая была. И вот от их резины, от колес образовывались ямки такие. Вот эта грязь, жижа, и когда ее не трогаешь, вода вроде чистенькая, знаешь. Я оттуда выпил, понимаешь? И в то время я уже понимал, я кричал в небо, говорил, Господь, на что ты меня испытываешь? Ты же видишь, что я маленький еще, что мне очень, ну, и холодно, и голодно, и пить хочется. Я старался пить эту воду, я понимал, и мне уже в то время хотелось остаться где-то здесь, в пустыне, в лесу, жить, питаться этими дикими яблоками. Тянуло, настолько меня это было, знаешь, и вот как-то живым добирался до дома. Ой, Господь, учи. Я уже тогда, то есть, понимал, что это Божий промысел, и Он учит, вот, вразумляет, укрепляет. Ну, очень было интересно. Один человек сказал, но он, опять же, не знаю, как он, можно назвать христианином, нельзя его, он сказал, причем делает такие верные высказывания, вот, тезисы у него такие, он говорит, земное, все земное – это гири, да, небесное – это крылья у человека, вот, чем тяжелее гири у человека на ногах, тем сильнее у него должны быть крылья. Вот если уж мы не отказываемся от земного, да, прилипаем к нему, то мы и духовные должны взращивать вот эти крылья на себе, растить. Вот, потому что придет час, когда с этими гирями не оторваться будет, именно привязка к земному нам и не дает попасть к Богу, вот, нас все тянет, сюда-то тянет. Ты помнишь, у этой «Орбака» это, по-моему, песня есть, я ее вот слушал, какая вот антихристианская такая песня, когда она поет, пела в 90-е годы, по-моему, что душа, ну, оторвалась от тела, да, и она вот так грустит по этому земному, по этому телу, я не помню, как она песня, это называется. Как это трудно порой признать людям, да будет воля твоя, потому что, живя воплоти нашей, кверши, падши, мы уже воспринимаем это за такое нормальное, что по-другому быть и не может. Но вот надо учиться этому, вот Бог-то нам дал жизнь для чего, чтобы мы учились от Господа, учились от Господа вот в этом времени, сколько Бог уготовил, кому-то 20 лет, кому-то 50, кому-то 100, в этом времени вот эта школа должна пройти не зазря. Конечно, а учиться, учиться чему, опять же, учиться через слово, как Господь сказал, вникайте в учение. Идите ко мне, не научитесь от меня, вот для меня это с детских лет был принцип. Вот сколько я тоже пытаюсь, ну у меня любовь такая, слово Божие, я не знаю сколько, ну 10 лет, наверное. И вот я протяжении этих 10 лет пытаюсь привлекать людей, вот. И насколько я вижу, насколько человеку тяжело это дается. Казалось бы, он легко берет, знаешь, ну любые там брошюрки, там какие-то книжки, там фантастику какую-то, допустим, просветительское что-то читает, легко, берет, открывает Евангелие, оно не дается ему, или мысли какие-то, или дела какие-то, или вот какой-то вот, у меня один есть друг, он говорит, ты знаешь, я уезжал даже в посадке куда-то вот, ну хочу, все, я настраиваюсь почитать. Он молится, понимаешь, молится, уединяется куда-то в посадке, заезжает на машине, открывает, начинает читать у него, в голове вообще, ну не складываются слова, фразы не складываются, он, ну начинается какое-то раздражение, он закрывает и все, и уезжает оттуда. Вот не дается, не дается слово. Да, это очень, это трудно, но со временем оно дастся, вот для меня тоже это как бы понятно, что вот люди приходят в православный храм, ну и задают, допустим, священникам, батюшкам, вопрос батюшка, вот не понимаю, вот скажите, вот читаю, читаю, понять не могу, а вот вы объяснили, так понятно, так все хорошо, но в этом нужно тоже тренироваться, и об этом не надо забывать молиться, просить у Господа помощи, разумления, Бог Он всегда дает, и через это мы все проходим, трудно дается, но мы через это все проходим, так я помню что-то такое, ну у меня было это в жизни, это самое, такой одинокий какой-то был, остался что-то одинокий, в одиночестве, в этом, и думаю, хватит, все, пошел, помолился Господу, значит, пошел к другу, к товарищу, к одному, взял у него палатку, палатка у него окружала, казалось, да еще и новая, хорошая, вот дал мне палатку, взял чайник, набрал себе травы вот этой, как она, матрешка, там, зверобой, ну, пить вместо чая, знаешь, спички взял себе, библию, ручку с тетрадкой, потом что еще взял, пару свечей взял, ну, чтобы свет был, знаешь, и чтобы, я знаю, от свечей тепло исходит когда-то в палатке, даже зимой, вот, мы зимой, помню, ходили, очень тепло было от этой свечи, вот, и, представляешь, я пошел, пошел, уехал там за город, нашел там речку какую-то там, Ашкадар у нас есть, мне-то поставил палатку, начался шторм, ветер, гроза, молнии всю ночь, представляешь, ну, слава Богу, Господь дал мне мудрость, слава Богу, это, на булатке я так ее поставил, чтобы меня не залило, знаешь, и вообще все было сухо, вообще-то, что, ой, я там всю ночь от страха, под этими молниями, громами, нам не только, что только там не казалось, я молился, читал там, всю ночь, весь день, а потом уже это, пошел на речку, набрал чайник прямо с реки, зажег костер, все как чинно, как полагается, вот, завалил это травы, и вот этим питался, как молился, да, да, Господу просил вообще, вот очень у меня была такая потребность, но это такие сладкие времена, которые забыть просто невозможно, и вот Бог нам дает жизнь для этого, чтобы мы упражнялись во Христе, чтобы мы учились лично от Него, вот лично от Него, Сергей, это же самое, самое такое настоящее, самое проще простого учиться от Господа, 4 Евангелия, вот, читай достаточно, тебе, для твоего возрастания, для твоего спасения достаточно, читай все, влюбишься, проси от Господа милости, помощи, выразумление Он даст, поможет тебе, ибо приходящему никого не отлинет от себя, всегда протяй только помощи, слава Господа. Причем стойкое такое, стойкое, лукавое, как учит, и причем он вкладывает, он же, он не изобретательен по сути собой, он же и такой бесталарный, и вот он людям вкладывает в голову такие простые понимания, вот говоришь человеку, ты читал в Евангелии, почитай там Библию, вот, а человек говорит, да ну там непонятно все написано, вот, заметил, да, там, нет, там непонятно, как, как непонятно. Это все странно тоже. А что, там для трехлетнего ребенка все понятно написано. Да, вроде все понятно написано. Так я это сопереживал, Сергей, я помню, мне вот, ну там были такие места вообще непонятные, ну, как бы, я еще и в словах даже пытался, допустим, но я как-то молился, Господь попросил, прям просил реально, ждал от него в разумление, как бы, читал там, просите, да, она будет вам, знаешь, по неотступности вашей, да будет вам, вот это все как-то, как-то поверил в это все, думал, раз так сказано, значит, так и надо просить, и потом как-то в разумление приходило, да, о чем мне, ну, лет 12-го было, я ее читал. Раньше-то не было этих, Евангелий-то трудно было найти. Так вот, в 89-м году, я помню, у нас дворец есть там, СК, и там смотрю, что-то народу много и рекламы, фильм Иисус показывает, это баптисты там пришли, референализацию своего строили. А я что, еще не понимал тогда ничего? Вот, я пришел, посмотрел этот фильм и увидел Евангелие, «Ой, а у меня как раз 10 рублей было, хороший переплет, такой темно-зеленый был». Я купил, я говорю, «А вы где, а вы кто, вы верующие? Для меня верующие-то были святыми людьми». Я говорю, «Возьмите меня с собой». У меня представление было, что верующие они живут, ну, как по Евангелии, знаешь, все вместе, у них все общее, так. «Куда, я тебя с собой возьму?» Ну, там, продавщица. Я говорю, «Ну, как куда, я хочу с вами пойти, поехать, где вы вообще бываете?» Ну, у меня там, детский такой, знаешь, простой был такой мотив. Как будто они на облаке спускаются, на облаке будет травить, да? На самом деле-то оно не так, и все. Ну, я так довольный. У меня тоже, ну, раньше такая всегда была, я видел, как, ну, у меня из родственников есть троюрный брат, вот он такой, ну, верующий, уже много, 25 где-то лет. Вот, и жена у него, они, знаешь, когда приходили, вот, какие-то у нас праздники там были, и они сядут где-то в стороночке, знаешь, они вот это вот, не едят, не пьют, ни спиртного, ничего, и мне такое, знаешь, благоговение, вот, ну, страх какой-то, уже перед людьми тогда был страх, вот. Ну, и не то, что я не знаю, что это, как это за чувствовать, то есть, ну, какое-то уважение к нему, или я не понимаю, как это объяснить, такое благоговение, вот, и им было страшно что-то сказать такое неправильное, да? В жизни люди попадаются, да, это вот называется свет Христов, свет светит, знаешь, он не где-то там прячется, он светится, и он ощущает, вот, верующий человек, он это как бы, ну, ощущает, ощущает сразу, знаешь, у меня был такой момент в жизни тоже, я такой, пришел там новенький, я на него смотрю, смотрю, ага, и вот чувствую, что он верующий, понимаешь, что он христианин, вот чувствую, я к нему подхожу, слушаю, говорю, ты верующий, а он там испугался, знаешь, нет, говорю, я говорю, как нет, я говорю, ты же верующий, я же, тебе же видно, что ты верующий, он такой молчит, испуганно смотрит, а, ну, боялся, стыдно как-то вроде было там, ну, много было людей, я говорю, ты все равно верующий, ну, и как-то, беседа не получилась, а потом уже узнаю, что он верующий, у него Библия есть, он там читает, там какие-то книжки у него, он адвентистом оказался, я это почувствовал, знаешь, Бог влечет, и этих людей сразу видно, да, они очень себя благородно ведут, себя так хорошо, спокойно, их это использует. Ну, сейчас, сейчас, как в миру принято, вроде, знаешь, все, вот с людьми общаешься, вот все ждут каких-то подколов над собой, надсмешек каких-то, ну, в мире, как сейчас принято, посмеяться там, да, друг другу, вот это вот все, и вот начинаешь с людьми общаться, я вижу, вот насколько уже, допустим, человек поврежден, он ждет какой-то, допустим, раз что-то сказал, допустим, неправильно, и тут же съеживается, ждет, что его сейчас смеяться над ним будет, понимаешь, а ты над ним не смеешься, а ему так удивительно, а что ты не смеешься, да, вот, ну, я замечаю такое, да, это, причем вот это вот, это же вот зараза вся идет, я не знаю, вот сейчас передача вот эта, я раз как-то напоролся, смотрел, вот эти пранкеры есть, ну, называют их это, в общем, они, ну, людей вылавливают на каких-то, знаешь, неловких ситуациях, подстраивают какие-то и смеются, потом на живот их хватаются, то есть человек или падает там куда-то, понимаешь, представляешь, как это, как это в душе вообще может уместиться, смеяться над падающим человеком, да, которому больно, который спотыкается, падает головой об землю и смеяться над ним, вообще-то как, и откуда это же чувство такое? Уже извращение, вот это вот есть мир сей, плоть сия, это уже такие, такое, ну, это страшно сказано же, горе вам смеющиеся ныне, знаешь, вообще смехотворство вот это, сметатанство вот это все, ха-ха, хихия, проходил через это много, я видел всего, и для меня тоже этого не было понятно, знаешь, человек умирает, близкий, родной человек умирает, приходишь, а там, вроде, это самые люди-то нормальные, не чужие сидят, ха-ха-ха, хи-хи-хи, думаю, ну, как это, для меня это странно всегда было, помню, у нас это самое, застолье было вечером, там, ну, у супруги, у родственников, они сидят там, ну, стол накрытый, там, потом, чай, кофе, там, торты, все, приходит женщина и заплакала, у нее и такое горе случилось, единственная дочь отправила ее в христианский лагерь, налитый, там появляется какой-то мотоцикл у братьев, тоже таких, подростков, знаешь, они позволяют ей этот мотоцикл сесть, чтобы она руль подержала, сама сзади ее садится, она, видно, рванула на эту скорость, он в дерево, она насмерть у нас позвонок сломала и умерла там, ее в нарядных джинсах, там, во всем этом, в чем она там летняя была, морг такую извезли, 16 лет, и она говорит, я узнала, что вы здесь, говорит, вот, ну, поплакаться надо кому-то, вот, не знаю, что делать, может быть, Бог помилует, там, или как-то, или что-то, я смотрю на этих ребят вокруг себя, думаю, им как бы не нужно это чужое горе, знаешь, и вот мне так это печально было, я пошел с ней, вот, в спальню, напомню, колено преклонили, стали молиться Господу Богу, что Бог помог, утешенка, потому что очень сложно вообще, чужое горе, особенно, когда вот такое случается смерть, это вот, какое страшное все, сочувствие должно и со страдания – у меня недавно вот только беседа тоже была с человеком, ну, с людьми приходили ко мне двое друзей, и вот, пап, тоже на эту тему, вот, дни рождения там отмечают, да, вот, все такое, ну, мы сегодня, сегодня особенное время, когда мы не имеем просто права праздновать, вот, ну, посмотрите, что творится в мире, да, идут как раз те войны, восстание брата на брата, вот, посмотрите, у нас, мы живем в Воронеж, да, и у нас всего лишь 350 километров от нас уже Донецк, Донбасс, граница, понимаешь, то есть это прям буквально вот рядом, вот, я же говорю, мы вот празднуем, смеемся, а там люди, там дети погибают под бомбами, там люди от голода пухнут, страдают, у кого жилья нет, приюта нет, никто с ума просто сошел, и как мы можем вот сейчас вот в этой ситуации, да, радоваться, веселиться, как с этим пониманием вообще-то у нас онкология, посмотри, растет с каждым годом сотни тысяч детей, я не знаю, умирают от рака крови, как тут, как тут вообще, я не знаю. Ну, видишь, люди, они осуетились в умствовании своем, они осуетились, они вот живут в этой пленке какой-то, знаешь, мирской, и им не до этого, как бы, они хотят себя утешить, себя чем-то успокоить, чтобы было мне хорошо, что-нибудь до чужого горя, хотя Донбасс вот я смотрел, как бы, недавно тоже, ну, я фильм сейчас сделаю, как бы, хочу фильм такой хороший сделать, не знаю, поможет ли мне Господь в этом каком-то, ну, буду стараться, не знаю, как это все получится. И вот смотрю на украинских ребят, я их прекрасно понимаю, знаешь, это их родина, знаешь, у них есть свой патриотизм, тоже можно понимать, знаешь, понимать тот же Донбасс, там такие же ребята, знаешь, они тоже защищают своих делец и свою родину, но над всем этим стоит некто, знаешь, вот этот политический вот этот злобный режим, который просто манипулирует людьми просто, на самом деле, ну, и в войне нету, знаешь, хороших и добрых, жалко и тех, и этих, но хороших и добрых, как бы, война, это общее зло. Я так взмолился, так я поворакал прям, особенно вижу, когда там детишек маленьких хоронят, я так репел, тут все вспоминаешь, тут всех своих родственников, знакомых друзей перечисляешь, молит, ты думаешь, Господи, ведь как страшно, люди там живут, бабушки, старенькие, прям они живут, и бомбы летят, и взрываются же, это ужас один, говорит, Господи, помилуй ты нас всех, а ведь знаю, скоро это всех нас ждет, Сергей, скоро, читал вот на днях-то, сейчас у меня тема так откровен, все читаю, это ведь накроет всю землю, понимаешь, и дикие звери от голода будут есть людей нападать на них, все там написано, и люди будут мародерством заниматься, искать, убивать, и насиловать, что только не будет, не будут, даже из-за той же самой воды, когда вода исчезнет, представь, все это смердить будет, вонять все будет, вот это море, океан, жара будет, страшно просто, время придет. Все так и будет, и причем, в этом времени не нужно его отдалять, оно грядет уже, вот, прям вот оно на пороге, возможно, даже этим летом уже и случится все. Нет, ну, брат, ты посмотри на Африку, там уже сколько десятилетий это все есть, там нет воды, ты же видел документальные фильмы, что они там пьют, они жижу, глину вот эту, собирают откуда-то жижу вот эту, глину коричневую, отцеживают ее там, не знаю, через сколько раз, и пьют эту воду, от чего все и болезни у Африки, заражения вот эти, люди там умирают, очень же, очень много смертей, вот эти всякие сифильзы, спиды, вот это все, 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 когда не чистая вода, нету здоровья. Есть, есть предположение еще, что вот как раз народы Африки, ну, если уж у нас истекает, да, вода, то у них она, конечно, быстрее всех закончится, и все эти народы, а их больше миллиарда африканских народов, они все двинутся в нашу сторону, то есть от естественной жажды воды, вот, и пить хочется, вот, а куда деваться, и это их право. Это все вот начнется, оно уже началось давно с этого южного округа земли, потому что там же какая жара там, с другой стороны, как бы там, воткнешь палку, она зацветет, знаешь, как бы, но с другой стороны там нет воды, все как бы, вот, а самая эта живность мировая, где она находится, там, весь зоопарк там находится мира наши, все животные там, естественно, они будут бежать к нам на север, но тут еще что-то будет, понимаешь, как-то, ну, оставаться под водичкой, вот я думал, коней-то, ну, вот это время-то страшное придет, думаю, все-таки на северных странах легче будет людям, понимаешь. Вот как раз в Сибири, вот в этих местах оно, я думаю, там как раз и будет вода сохраняться, а Россия, особенно на Центральной России, ну, есть, опять же, такие предположения, что война как раз меньше всего коснется Центральной России, но больше всего в Центральной России какое горе будет, недостаток воды. То есть ты видишь, как Господь распределяет куда-то глады, куда-то моры, куда-то войны, вот по местам все. Да, реки там, у нас, представляешь, где я там, у нас там 4 реки, они вообще все высохли, одна вот эта белая осталась, уже тоже высыхает, знаешь. Раньше по ним пароходы ходили, а сейчас там, как это, ну, ручьем, знаешь, мелом. Страшное дело, страшное дело. Вот, очень страшное дело. И вода-то какая грязная, муть одна идет, рыба там на животе плывет мертвая, знаешь. От того, что туда все сцеживают, эту всю химию. Как, ну, это самое, сегодня я что-ли слушаю. Вот даже люди, они как бы придумывают всякие блага земные, там какие-то строят комбинаты, заводы, вроде на пользу, но они все служат во вред природе, природе. Во вред. Природа-то умирает из-за этого, потому что это химия и все, а это все добавляется. Человек-то он жадный, он сребролюбием, вот этой стой неправильный, он просто одержимый. И вот они все, и мало-мало, лес, надо, лес, нефть нужна, газ нужен, так, вода нужна, все нужно, понимаешь. Мне было, вот помню, сколько, 15 лет было, я работал там в следствии где-то подрабатывал, а там вода холодная течет, и хозяйственным мылом руки надо мать, а у слуцарей они все поцарапанные, черные, в смазке. Я вот мою это холодной водой, вот ненавато отмывается, и у меня такое уже мысли такие, думаю, Господи, благодарю Тебя за эту водичку, да чистую, да холодную, Господь, а ведь скоро ее не будет вообще на земле. Откуда мне это было, не знаю. Вот так, знаешь, всегда благодарен за эту водичку, потому что вода – это наша жизнь. Господь так дает, у меня еще сколько, ну, 14 лет назад еще, ну, еще тогда у нас пили из-под крана воду, то есть еще можно было 14 лет назад пить воду. Вот, и купались, но не было тогда ни счетчиков на воды, лили эту воду куда зря. И я вот все время с домашними ругался, я говорю, куда вы льете эту воду, закрывайте краны, скоро вы этой воды не найдете. И тоже, я опять же, не знаю, откуда я говорил это, понимаешь, то есть откуда мне, ну, лили эту воду безграничную всю жизнь-то, да. А Господь вкладывал такое понимание, что, ну, такая вот, знаешь, жажда по этой воде уже и тогда ее было жалко. Внутренняя составляющая Царства Божьего, Царство Божье, внутри нас же есть, Господом уже оно вложено, вот, просто вот сказано, что и чистым сердцем Богу узрят, правда, Сергей, чистым сердцем Богу узрят все. Не надо, там, знать Библию наизусть, не надо, там, говорить много, там, по ушам людям ездить. Чистым сердцем Господу узрят все. И блаженны те люди, которые вот обретают от Матери Своего это чистое сердце, и со временем Бог им дает это чистое сердце. Блаженны те люди, ибо они Богу узрят. Вот это дается в нас, это частичка вот этого Царства Божьего. Мы вот уже того не знаем, как бы мы чувствуем эту ценность, чувствуем вот эту ценность промысла Божьего, что какая это же ценность, это же вода, это же хлеб, это же вот вот эта благодать, в которой мы сейчас живем. Бог нас окружил своей милостью, своей заботой, как Он заботится о нас, и как мы целимся слезами. Я прям, аллилуйя Господу, а что тут скажешь еще? Это в детстве, я не знаю, тоже мне лет 12 было, и мне друг дал книгу почитать. Она как раз есть книжка, там, по-моему, американский написал ее писатель. Называется «Продавец воздуха» книга. Вот, и там фантастики в этой описывается, как в воздух придут времена, когда воздух будут продавать, чистый воздух. Вот, видишь, и уже мы свидетелями стали, как в воду стали продавать. Это немыслимо, вообще 20 лет назад это даже, кому скажи, будут смеяться. Конечно. Сегодня это и самое что плохое, печальное, печальное, страшное. Люди этого не видят, будто бы не видят и не замечают. Вот как закрыто это все, понимаешь. Вот поэтому здесь, естественно, как бы нужно молиться Господу Богу за народ, за страну, чтобы пришло вот это вразумление от Господа, чтобы люди ценили жизнь данную Господу, чтобы жизнь они употребляли во благо спасения своей души, укрепляясь верой в Господу, возрастая во Христе Иисусе, научаясь от Него, приготовляя себя к вечности. Вот, вот посмотри, насколько вот это вот давлеет над обществом человеку. Я вот видел по одной девушке, но она уже женщина, у нее двое детей, да, и я видел, как поглотил ее мир. Она, ну, она не верующая, да, но она была чистой сердцем, вот, по, как бы, от рождения своего, знаешь. Она понимала, она вот это вот, знаешь, с людьми старалась мирить, людей как-то примерять. И тут вдруг вот она закончила институт, да, поступила и пошла на работу куда-то, ну, банковскую сферу. Вот, и тут она вдруг столкнулась с вот этой жестокой жизнью, с интригами, понимаешь, с вот этой выгодой. И все, у меня на глазах произошла трансформация человека, ломка души, когда человек вот из этого чистого, его общество просто переделало на свой лад. Понимаешь, и человек уже все, он такой вот, он уже ищет какой-то выгоды определенной, и он не мирит людей уже, потому что понимает, что за этим не будет никакой отдачи. Вот, и все. И мир поглотил его. И вернуть этого человека уже, он уже настолько насторожен, настолько его много обманывали, уже его пинали, понимаешь, его кидали, вот, как сейчас можно говорить, да. И все, а человек, он просто разуверился в другом человеке, он сказал себе, что в мире не может быть добра, в мире зло царит. Я должен быть злым, чтобы я прожил, прокормил своих детей. Вот, ну, а как иначе, да. Кредиты, мне надо платить кредиты, квартиры, машины там, все такое. А кредит кормить, как волка ноги кормит, как говорится. Вот в этом во всем и прослеживается вот этот стержень зла, смертящий стержень зла, что вся система мирская, она основанная, стоит на жиже зла. И люди, они, понимая все это, что они в этой системе, что благодарности, особенно в нашей стране там, ладно, в нашей стране еще как-то, но это очень популярно, о чем мы сейчас говорим. Вот это зло за зло, обсмеять кого-то, унизить. Вот это все, это же очень недоброе, нехорошее. Люди очень злятся. Вот это зло просто, оно поглощает человеческую жизнь, потому что они недовольны своей жизнью. Нету покоя и мира Божьего в жизни, в сердце. И вот это бешенство приходит, вот это распри, злость приходит. Вот это все. Ну, и дети-то идут в детские сады, в школу идут, и там у них о другом Боге рассказывают. И, как правило, тот-то Бог им более по сердцу приходится. Ты видишь, с чем дело-то? Мир-то он ломает детей. Да, ну, как тебе сказать. Вот мои дети, да, они вот сейчас, Ревека ходит в садик, хорошая такая девчушка растет, она верующая. Меня воспитывает, понимаешь, там, какие вещи говорят. В садик ходят, финский садик, знаешь. Финны там, ну, там, конечно, все по-другому. Вот Елисей там, школа, все. Но вот эта вера, она вложенная в них. Она вложенная в них, потому что вот эти беседы с ними, эти рассказы с ними, какие-то поездки, какие-то мероприятия, везде должен присутствовать Господь Бог в жизни нашей. Везде. Стараться очень. Потому что дети – это такое. Бог же не зря сказал. Если не будете как дети, не войдете в царство. Это все понятно. Но они, я вот тебе рассказываю, допустим, из опыта, да, пока маленький ребенок до 12 или до 13 лет, как правило, да, он находится в церкви, можно сказать, и он и молит с удовольствием, и слушает, и читает, и все. Но когда идет именно вот этот переходный возраст, момент, то ребенок ломается в корне, он из одного в другого превращается. Да, да. Здесь родительская любовь, родительское терпение, родительские молитвы. Ну, а зачем вот это испытание вот родительское вот это, да, когда его можно оградить, а не водить вот в эти бесовские дома-то? Ну, я не знаю, как у вас там в этом… Ну, в России уже все, уже нельзя водить детей, не в детские сады. Это вот правильно этот сказал, как бы он тоже, хоть христианином все называют, но он безбожник. Ну, мы детей до семи или, как бы, так сказать, до двух лет растим, да. Мы их растим без мата, без курева, без алкоголя, без наркотиков. Мы в школу отдаем и получаем оттуда матерящегося, курящего, пьющего и обнаркоченного, развращенного человека. В школе-то они знания не принимают, а учатся-то чему? Учатся бесовскому всему. А смысл? Ну, это же, это же глупо, ребенка отдавать на разврат. Причем, я думаю, перед Господом мы будем отвечать вот за это, то, что мы отдавали. Это все равно, чтобы в публичный дом отдать дочь своей. Раньше, видишь, как Сергей был, большие семьи-то были, вот это все-таки без Бога не до порога было люди. И везде люди все старались с Господом делать. Вот, допустим, ребенку 4-5 годиков, она ее уже воспитывает, дают ей задания, чтобы он присматривал за младшенькими, еще за меньшими, по старшему еще за этим, летим еще за этим. То есть все как бы шло своим кругом, все, не было ни телевизора, ни радио, понимаешь. Люди, они были в труде, в постоянном труде. И вот это было такое крепкое, сильное воспитание, такое божественное, промоленное. Вот это такое вот на самом деле было крепкое. Ну, сегодня много соблазнов, естественно. Но в Финляндии, допустим, там очень много христианских садиков, очень много христианских школ. Но я тебе скажу то же самое. Вот моя супруга работала, Марина, в православной христианской школе. Она у меня преподает английский, французский язык, это самое. И что ты думаешь? Мол, люди, они в корень исполи. Детишки, они в корень исполи. Бывают благополучные вот этих семей православных. Такие непослушные, такие непокорные. То есть здесь от нас все-таки зависит от родителей. Ни школы, ни садеб, нет, нет, нет. Хотя я знаю христианские садики, школы. Все тоже натворяется. Единственное, что на устах там. Где-то Евангелие, где-то молитва там, где-то экскурсия, где-то в церковь сходят там, посмотрят что-то. И все не больше знаешь. Но оно и там зло, и здесь зло. Мы в мире злом живем. И здесь, конечно, нужно держаться Господу естественным всем. Я по себе скажу, что я, допустим, я ни за что вот сегодня, в сегодняшнем своем, нынешнем своем духовном состоянии, вот лучше случилось бы мне сейчас детей иметь, да, я ни за что бы, ну я бы все сделал ради того, чтобы только оградить детей от мира, от этого. Все, все возможное и невозможное сделало бы. Только чтобы они видели вот этого всего безобразия, дети мои. Это сейчас есть такие возможности. Уехать куда-то там, в деревни жить, да, стараться вообще идти в садеб не водить, воспитывать их более, так, знаешь. В этом во всем нужно посвящение. Это великий труд, это наш участок, наша дорога, так сказать. Который Бог, который мы себе избрали. И просим у Бога помощи, чтобы Он нам помогал в этом. Ну и этим летом, если Господь благословит, все будет нормально, мы поедем. Я уже с дочерью так, уже несколько лет веду беседы. Ну вот у них дом свой частный, я говорю, давайте продавать, вот квартиру будем продавать дома и поедем на постоянное место жительства. Ну у нас за городом есть хозяйство. Вот, и вроде уже все, дочь уже практически согласна. Процентов на 90, уже на 80 склоняется к тому, что, ну, потому что мы с ней взяли просто, ну, всю обстановку расписали, что мы потеряем и что мы приобретем, вот, уйдя из города. И недостаток, знаешь, только в чем, что там интернет плохой. Ну, в остальном одни плюсы, минусов ни одного нет. Сегодня такое время, которого никогда не было. То есть, никогда дети не выставали против своих родителей, никогда не было вот этого новизны, вот этих технологий, их небо, которые развратили полностью, развращают людей. Люди всегда жили и в первом веке, и, ну, до 19 века пускай. Они жили в одной паре. Вот. То есть, там был один духовный настрой. Людей было всех видно. Люди были настолько простые, наивные. Вот. А сегодня, чтобы, смотри, творится это чисто из сатанизма. Тут нельзя, вот, как старцы говорят, что в последние времена именно скорбями. Если раньше от человека нужны были подвиги какие-то, допустим, ну, подвиги по плоти, по жизни, да, то сегодня подвигов не нужно. Мы будем спасаться только через терпение, скорби. Человек попадает на больничную пойку, все, он уже… Я вот недавно разговаривал с женщиной со мной. Она говорит, я не могла два дня. Я вот вспоминаю тебя. Она говорит, я не понимаю, как ты лежишь. Я два дня, все. У меня истерика начинается, понимаешь, рвется. Вот этот вот дух не дает человеку поразмышлять, даже подумать о чем-то. Ему нужен этот мир. Ему нужно ворваться в этот шум туда. И все. Для него это тогда комфорт. Он тогда дышит. Дышит. Люди уже горят. Они сами себя… То есть самоубийство, понимаешь? Самоубийство. То есть сами себя уже приносят в жертву вот этому Богу злому. Вот этой стихии мира сего. Это же слава Господу, что Господь вас на Богу призумил его всех тех верующих, которые окружают нас. Дай, Господи, нам всем спасение. И нашим детям, и родным, и близким. Потому что да, нужно трезвиться, нужно тренироваться, терпеть терпению, смирению. Это вот самые сильные вещи. Это даже вот наш полководец великий сказал Кутузов. Есть, говорит, на земле два великих воина. Это терпение и время. Это терпение и время на земле. Продолжение следует...